Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, опять лестница Якова. Она имеет множество толкований. У Торы 70 ликов. Одно из них говорит о том, что таким образом Всевышний хотел намекнуть Якову, что его функция, как и функция любого человека в этом мире, соединять миры, вот как лестница. Для этого надо спуститься в этот мир, в самый глубь материи. Якову в дом Лавана прожить там 20 лет и не терять связи с небом. Так же и мы, на примеры нашего праотца, вот спустившись в этот мир, занимаясь будничными делами, должны привносить в них духовность какую-то. Осознание, что душа должна трудиться. Именно душа. Для этого мы сюда пришли. Яков должен был спуститься в злой материальный мир. Он должен был научиться в этом сложном мире, иногда страшном, в котором кроме таких людей, как его отец Лаван, там существует еще и Исаф. И мы все так должны жить. Мы опять возвращаемся к тому, что человек спускается в этот мир, не для отдыха, а для тяжелого и непростого труда. Труда над собой и над миром. Ежедневно написано, мы должны ощущать, что сделанное нами в этом мире не оправдывает даже наше собственное существование. Не говоря уже о помощи миру, для которого мы сюда пришли. Перед спуском наш вот этот мир на небе остается, мы говорили об этом, идеальный наш образ. Идеальный, якобы Вася, Сеня, кто там, идеальный. Отражено, каким бы он мог прожить жизнь в идеале, какую колоссальную пользу он мог бы принести миру. Причем это любой из нас. И отсюда задача. От человека требуется, чтобы он внизу соответствовал своему облику наверху, всего-навсего. Это почти недостижимо. И мы это понимаем. Это сложное требование. Даже тот, кто всю жизнь будет вкладывать себя в духовную работу, не может быть уверен на 100%, что он все сделал. Но надо идти и пытаться идти к максимальному результату. Человек это малюсенькая вот такая шестереночка в этом громадном механизме мира. Но иногда от такой шестереночки все зависит. Сегодня все ясней становится, что от одного человека, возможно, зависит целое существование мира. Это ощутимо. Это ощутимо. Сегодня наши ноги, в отличие от прошлых поколений, не точно прочно стоят на земле. Они погрязли в ней. Материальный мир, как трясина, засосал человека. Но голова наша, голова, подобно лестнице Якова, достигает до самого неба. Ее надо хотя бы держать как-то. И вот надо иногда, может быть, тогда во сне видеть свой идеальный образ. В этом образе, повторяю, написано, что каждый мог стать машерабейну своего поколения. А пока надо жить вот в мире. Посмотрите, какая хроника великих людей. Авраам ушел из родного дома. Яков ушел из Бершевы. Дети Якова уйдут в Египет. Рабе был изгнан и ушел из Египта. Везде исход является необходимой частью развития и результата. Но большинство людей. Понятно. Конечно, хочется сидеть в привычном месте, на привычной земле, в своей квартире. Немножко попутешествовать, вернуться в свой дом. Это абсолютно естественное состояние человека. Но, как мы видим, не входят в планы Бога. Мне кажется, именно потому, что, когда мы живем по расписанию, когда все плавно, то трясина материальности засасывает до конца. И вот эти слова Якова к Богу, если возвращусь миром в дом отца моего во время завета, означает, что он говорит о возвращении к святости после пребывания в материальном мире. Яков понимал, как это непросто. Чтобы начать работать, все равно надо выйти из мира. Хотим мы этого или не хотим. Хотелось бы стабильности, теплый плед, сериал по телевизору. Но у хозяина мира на нас свои планы. И каждое поколение в той или иной форме уходит из дома или, не дай Бог, изгоняется. Мы, когда каждый день молитвы говорим Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Якова, мы должны помнить, что это наше прямое родство дает право нам, кому обращаться, заступиться за нас перед Всевышним. Поэтому расскажу короткую историю. У одного человека случилась беда, не дай Бог. Он обратился к праведникам поколения, они ответили, что невозможно поменять постановление небес. Он вспомнил, что у его жены есть некое далекое родство с Хозе из Люблина, великий праведник, чудотворец. Может он благодаря родству пришел, он к рабе дал записку, посмотрел на нее, вздохнул и отдал назад. Человек понял, что все. И разбитым голосом говорит, рабе, заповедь приближать родственников. Он удивился, говорит, а какой ты, мы что, родственники? Он говорит, у раба нет, есть двоюродная сестра, у нее брат мужа, а оттуда недалеко. И Хозе говорит, это далекое родство, повернулся и пошел. Вышел человек мрачный на улицу и встретил ученика Хозе, нафтали из Ропшицы. Рассказал ему, что-то ему сказал, сделай так и так. Во время молитвы Минха он подошел и встал рядом с Хозе. И когда Хозе начал молитву, начал говорить слова Бог Авраама, Бог Отцов наших, Бог Авраама, Бог Скака, Бог Якова, он наклонился над ними на ухо, ему говорят, рабе, это чересчур далекое родство. Когда закончил Хозе молитву, он обратился к человеку и сказал, ты победил, я вымолил тебе спасение. Поэтому все в наших руках. Когда пересказали эту историю Раву из Бриска, он сказал, что на самом деле Хозе излюблено прав. Наша связь с братцами идет снизу вверх и она не разорвется никогда. Но, добавил он, связь распространяющаяся в разные стороны, становится все слабее и слабее. Вот тут и проблема. Браха вы от слоха, давайте бороться вместе с этой проблемой. Продолжение следует...